Добрый день, я представляю Федеральное государственное учреждение, Федеральный научный центр НИИСИРАН. Это сокращенное название неправильное, правильное сокращенное название длиннее, но я его запомнить не в состоянии. Мы занимаемся конкретными вещами. Наш институт держит ядерный щит, временами мы одну руку освобождаем и занимаемся образовательной тематикой. Ну, так же конкретно, как и тематикой прикладной. Значит, текущее состояние с освоением программирования в системе образования РФ неудовлетворительное. Смешное, неправильное, неудовлетворительное. Программа обязательная. Это 7-9 класс, 105 часов. Из них треть программирования. Федеральные документы предусматривают, что дети должны к концу 9 класса достичь некоторого невысокого, но все-таки не нулевого уровня владения программированием. Например, они должны уметь просуммировать массив или даже просуммировать положительные числа массива или найти количество положительных чисел массива. На практике на этот уровень выходит лишь незначительная доля учащихся. Мы имеем опыт работы в разных ведущих вузах и в МГУ, и в МПГУ, и вузы в ХМАУ, с которыми мы работаем. Это, увы, это, увы, так. Так. Одна из причин такого состояния неудовлетворительного – это катастрофически поздний возраст знакомства с программированием. 7-й или даже 8-й класс. Значит, представьте себе, что вы строите школьную программу, изучаете географию, историю, литературу и так далее. А в 7-м классе начинаете изучать арифметику, объясняете, как сложить 7 и 8 с переходом через десяток и так далее. Вот ровно такая ситуация у нас сейчас имеется с программированием. То, что надо было бы изучить в более нежном возрасте, откладывается на крайне неудачное с гормонально-эмоционального точки зрения время 8-й класс, и там это изучается очень плохо. Значит, наш опыт работы, отдел учебной информатики, вот этого самого ФГУ, ФНС и ИСИРАН, показывает, что оптимальным для знакомства с базовыми понятиями программирования является старший дошкольный возраст. Если вы хотите поговорить с каким-то специалистом, ну, здесь полезно сказать, что согласно теории Пиажея, это переход, возраст перехода к конкретному операционному мышлению, и как бы по психологическим канонам вроде бы не так страшно, и можно это делать. Если вы хотите понизить возраст знакомства с программированием, то тут есть два подхода. Один подход. Вы честно выбираете измеримые цели. Например, дети, измеримые цели в арифметике, годовую итоговую контрольную, в которой имеются 15 примеров на сложениях в пределах первой сотни, дети должны выполнить 20 минут удовлетворительно, 15 минут хорошо и 10 минут отлично. Вот такого рода измеримые цели в конкретном программировании существуют, имеются ЕГЭ и ОГЭ, там имеются задачи, имеются критерии их оценивания, это измеримые цели. Конечно, достижение этих измеримых целей самоцелью быть не может, с одной стороны, с другой стороны, предметные результаты тоже должны быть. Поэтому, как неизмеримые или как трудноизмеримые цели, мы ставим достижение системного мышления, способность к выстраиванию длинных цепочек умозаключений, готовность к работе в команде и так далее. А в качестве измеримой цели – конкретные задачки по программированию. Я не туда нажал. Значит, наша практическая цель сейчас – выстроить 4-летний курс алгоритмики и программирования для дошкольников и младшеклассников. Я напомню, что алгоритмика – это составление программ, в которых практически нет данных, только структуры управления. Вот, чтобы выйти, мы хотим построить 4-летний курс, который начнется в дошкольном учреждении, в дошкольном возрасте, закончится к окончанию начальной школы, то есть в 3-м или в 4-м классе, и с точки зрения программирования даст измеримый результат. Освоить программирование на том уровне, на котором нынешние федеральные документы требуют к моменту окончания 9-го класса. Вот такие у нас цели. Наше глубокое убеждение состоит в том, что неизмеримые или плохо измеримые цели тоже при этом будут достигнуты. Я хочу подчеркнуть, что это планируется курсом для всех. Вот у нас 21-й век, вот у нас в Греции, чтобы быть гражданином, надо было уметь читать и плавать, Вот у нас имеется Толстой, который говорил, что надо уметь читать, писать, считать и знать закон Божий, то есть историю древних евреев. И сейчас у нас в это умение базовых навыков входят еще элементы программирования. Это нужно для понимания картины мира, который нас окружает, а также, наверное, 5% населения нужно будет для соответствующих работ. Значит, предпосылки у нас, я повторяю еще раз, программистских кадров в России на рубеже 2020-х годов не блестящие. 2020-й год – это год окончания очередной программы 2020. И когда она кончается, мы смотрим, что дела у нас не очень хороши. И вот эта ситуация вызывает заботенность у лиц, принимающих решения. Вопрос. Кто этот мужчина и в чем он пытается нас убедить? Так, первую часть вы угадали. Вторая часть более сложная. Вам в голову это не придет, если вы не знаете. В голову не придет. В чем он пытается убедить участников секции «Качество жизни» на съезде партии «Единая Россия» 8 декабря 2018 года? В чем же он пытается их убедить? Он предлагает вести занятия информатикой в программу российского дошкольного образования. То есть, как это говорил Гришко Отрепев, по-моему, слабо разбираю, а тут уж разберу, как до петли доходит. Но, с другой стороны, лица, принимающие решения, они у нас распределены по разным органам законодательной и исполнительной власти. И в то время, как законодательная власть в лице Никонова предлагает одно, исполнительная власть предлагает другое. Вот что говорит Никонов. Для меня очевидно, что стандарт дошкольного образования уже надо вводить информатику. Этот стандарт должен быть дошкольного образования, даже иначально. Он абсолютно прав. Кто написал ему эти слова? Насколько он их сам понимает и разделяет, я не знаю. Мы написали ему письмо. Быть может, это как-то прояснится. А тем временем, в федеральных органах исполнительной власти, то есть в Министерстве просвещения, в рамках программы «Цифровая экономика», в ее подпрограмме «Цифровое образование», Министерство просвещения, ну, что называется, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Надо развивать цифровое образование. Давайте его развивать. Берем существующий курс информатики 7.9 и по информатике переводим его в цифровую форму. Математика отдельно, технология отдельно, информатика отдельно, никаких межпредметных связей, ну, межпредметные связи трудно организовать, поскольку за каждый предмет отвечает отдельный отдел в любом учреждении. Наша практическая цель, вот о которой я пытаюсь сказать, выстроить 4-летний курс алгоритмики и программирования для дошкольников и младшеклассников. Это, вообще говоря, трудная задача, и я не просто болтаю, а мы много в этом направлении сделали, и мы реалисты. Во-первых, в существующей системе вы это можете выстроить только в рамках внеурочной деятельности. Может быть, здесь не все знают, что у нас имеется федеральный государственный образовательный стандарт. Это закон. Этот стандарт предписывает, что в школе имеется урочная деятельность, какое-то число выделено, и внеурочная деятельность тоже какое-то количество часов выделено. Внеурочная деятельность не является обязательной. Следите за моими губами. Внеурочная деятельность не является обязательной. Но Министерство просвещения в сентябре 2018 года разъяснило, что значит необязательность внеурочной деятельности. Это означает, что ребенок и его родители, и беззаконные представители могут выбрать внеурочную деятельность по своему вкусу, но объем этой внеурочной деятельности должен быть достигнут, и школа этот объем должна обеспечить. И здесь имеется полный хаос, потому что школа этого не делала, школа это не знает, и вот конкретно в школе у моей внучки и в школе у многих моих знакомых, которые вместе со мной катаются на лыжах, самые странные мероприятия включаются в внеурочную деятельность, и так набираются часы. Вот построить четырехлетний курс алгоритмики в обязательных часах для этого места нету, соответственно, вот нужно пытаться это сделать в рамках внеурочной деятельности. Мы пять лет работаем в городе Сургуте, мы учим там дошкольников алгоритмики и программированию, и мы достигли с бюрократической точки зрения успехов. А именно у нас в этом году все дошкольники из подготовительных групп, выпускные группы во всех детских садах города Сургута изучают алгоритмику, то есть пишут какие-то конкретные программы. По окончании этот курс проводят, извините за выражение, обыкновенные тетки-воспитательницы этих детских садов. Может быть там одна, пять процентов среди них это амбициозные молодые педагоги, которые пришли из каких-то мест, но в основном это тетки, которые, это вот их призвание, они работают в детском садовоспитательном. Они освоили эту программу, и они с удовольствием учат этому детей, потому что это посильно для этих воспитателей, и потому что этим детям это нравится. Кроме Сургута мы еще работаем в педоуниверситетах. В педоуниверситетах картина абсолютно такая же, как в школе. Выпускник педоуниверситета в дипломе может иметь математика и информатика, общество ведения и информатика, учитель начальных классов и информатика. И все они поголовно не могут ни на каком языке программирования или вообще ни на каком языке, даже на русском, написать программу суммирования массива. И когда ты начинаешь работать с этим контингентом, понимаешь, что базовый набор понятий программирования, он довольно большой. И он, так сказать, не дан нам от рождения по кантору. Ему надо как-то обучить. Люди как-то с этим должны освоиться. И это освоение, начиная от 6-летнего возраста до 35-летнего, ну просто более старших мы не учили, занимает порядка 10, 12, 15 часов, если это правильно организовать. А правильно организовать, это организовать так, чтобы за это время обучаемые выполнили порядка сотни упражнений. А раз вы хотите выполнить сотню упражнений, то все текстовые языки программирования моментально отпадают, и у вас остаются какие-то простейшие пиктограммные языки программирования, типа нашего любимого пиктомера. Я еще скажу такую крамольную вещь. Когда-то у меня была такая шутка, я немножко терся в комитетах Госдумы, и была у меня такая шутка, что член Госдумы не в состоянии более трех минут говорить на одну тему. А вот Грызлов был тогда, он чемпион, он целые пять минут может говорить на одну тему. Нынешние дети, первокурсники, старшеклассники, очень-очень не любят долго заниматься одним и тем же. Поэтому то, что происходит в Сургуте, быть может, то, что они в течение всего года систематически занимаются одним и тем же, к этому привыкают. Может быть, это даже важнее того содержания, которого мы их учим. Наши планы, они на твердой почве стоят. Вот у нас имеется Сургут, почему они хотят учить своих детей программированию? У меня есть несколько конкурирующих объяснений, моих собственных, они внутри меня конкурируют, но почему-то хотят. И вот сейчас у нас имеется план опробовать и внедрить четырехлетний курс. Одно занятие в неделю в дошкольном учреждении. Набрали? Эти занятия по 30 минут, не больше. Это фактически там 15 учебных часов. Одно занятие в неделю в весеннем полугодии учебного года для первоклассников. Первое полугодие первого класса святое, это привыкание к школе, это мы пропускаем. Еще одно полугодие. Одно занятие в течение учебного года во втором и третьем классе. И мы беремся, и мы беремся обучить всех детей города Сургута по такой вот четырехлетней программе, выйти на тот уровень, который федеральные документы у нас сегодня требуют от выпускников-девятиклассников на экзамене ОГЭ. Распределение материала по годам. Мы работаем с разными возрастами, с разными классами. У всей этой деятельности могут быть разные точки входа. Мы работаем и с третьим классом, и с пятым. Мы работаем и в коррекционных классах, которые тоже очень интересную структуру представляют. И как это все примерно организовать, чтобы достичь этой цели, мы примерно понимаем. И вот это понимание я излагаю. Опробована в нем первая половина, о которой я рассказываю. Полуторагодовой курс для дошкольников и первоклассников. На первом году программа управления без обратной связи. Вы сказали роботу иди вперед, но вы его не спрашиваете, свободно ли впереди. Две структуры программистские имеются в этот момент. Числовой повторитель, выполни нечто пять раз. Опять это пять точек на кубике или пять точек на какой-то диаграмме. И структура под программа. И эти две структуры в течение года ими можно заниматься. Это полезно, дети с удовольствием этим занимаются. Программы составляются в пиктограммной форме. Вы перемещаете пиктограммы по экрану компьютера. Или вы на столе берете материальные объекты, пиктоквадратики, то есть такие квадратики, магнитики, где есть пиктограммы команд. Или кубики, которые оказались гораздо удобнее, чем квадратики, потому что на одном кубике все шесть популярных команд уже есть. Не надо там долго искать. И составляете такого рода программы. Это первый год обучения. Третье полугодие, то есть первый класс, это программы с обратной связью, типа дойти до стены. Или программы типа дойти до стены и вернуться. Чтобы дойти до стены и вернуться, нужен счет. Есть у нас кувшин, куда мы бросаем, вынимаем камни. И это все работает. Этим можно позаниматься полгода. И на этом дети детское пиктограммное программирование закончат. Дальше наступает переход к взрослому текстовому программированию. Ну, у нас, как у авторов системы Кумир, которая успешно использовалась. И в этих возрастах она, да, действительно успешно используется. Но если вы на тему тратите три часа, а при правильном инструменте на нее можно потратить один час, то ваш инструмент неправильный. И в этом смысле Кумир для перехода от пиктограммного программирования ко взрослому неправильный. Там появляется жуткий барьер понятия синтаксической ошибки. Мы это все наблюдаем на студентов МПГУ, которых через нас прошли сотни. Какой у них ступор наступает, они уже все освоили. Но тут появляется система, в которой что-то может произойти. И обязательно нужен преподаватель, который тебе объяснит, в чем дело, да и то ты не сразу поймешь. Поэтому для этого перехода нужен не Кумир и не Скрэч в качестве первой текстовой системы, а специальная система. И мы ее делаем, про это будет доклад на конференции. Пиктомирка. Переход от пиктомира к Кумиру. Это система, в которой можно составлять программы и на пиктограммном, и на текстовом языке. И синтаксический редактор, ориентированный, не дает вам сделать ошибку. Поскольку программы тривиальны, синтаксически ориентированный редактор, который вам не дает сделать ошибку, на этом уровне вас не раздражает, а скорее помогает. Заключительный год. Это третий класс. Программирование в объеме ОГЭ. Это экзамен выпускной по информатике девятого класса. Здесь нужна автоматическая проверка в оффлайн режиме. Она, конечно, у нас есть в системе Кумир. Здесь нужны элементы STEM. Нужны учебные пособия, которые можно потрогать руками. Четвертый класс резервирован для тех, кто пропустил обучение в дошкольном учреждении. Мы будем брать этих детей, но, быть может, в четвертом классе будем их немного доучивать. Я хотел... Еще один слайд. Значит, построение базового курса в начальной школе – трудная задача. В каждом месте надо смотреть, где что-то можно сэкономить, где что-то можно детям облегчить. И мы на первом десятке занятий придумали несколько методик, которые позволяют детям облегчить и ускорить прохождение материала. Одна из таких методик – это звуковые команды. Вот робот. Вы нажимаете кнопку «Инфракрасный пульт». Это какая-то магия. Вы не видите, что произошло. Робот начинает выполнять. А давайте команды роботу будем давать звуковые, которые слышны. Одна нота – ля первой октавы, поворот налево. Следующая нота – до движения прямо. И ля второй октавы – это поворот направо. Это слышно. Дети с помощью звукового пульта могут командовать друг другом. Дети могут командовать роботом. И самое главное – когда компьютер начнет командовать роботом, весь процесс выполнения программы окажется вами наблюдаем. Вы услышите, как компьютер издал этот звук, который вы только что получали с пульта. Его теперь издал компьютер, и робот это выполняет. Выполняет. Спасибо за внимание. Спасибо, что вы напомнили. Еще одна вещь. Составлять программы на экране компьютера противоестественно. Их надо составлять на столе из таких вот фигурок или из кубиков. Вы составили программу, сфотографировали ее, компьютер ее понял, и то, что он понял, вы вставляете в шаблон программы. Про это будет отдельный доклад завтра. А кто командует выбором вопросов? Да, вот у меня целых два вопроса. Вопрос самый тяжелый, может быть, неприятный. Он связан с мотивацией. Вот недалее, когда ехал сюда на автобусе, смотрел Яндекс.Дзен канал, где обмениваются учителя, и вот описывают такую ситуацию из жизни. Как раз предмет информатика. Есть ученица, которая гарантированно провалит ОГЭ. И при этом ее мама говорит, что было ничего страшного, я тоже провалила все, что можно, но при этом для того, чтобы работать кассиршей в супермаркете, кроме санкнижки и паспорта, ничего не надо. И все. Как говорится, железобетонный аргумент. И вопрос второй. Это касается, к сожалению, у нас не изжита такая вещь, как цифровое неравенство. И вот те же социальные проблемы, а цена компьютера, она, к сожалению, далеко не нулевая. Ну, собственно, все. В чем вопрос? В чем мотивация взрослых? Мотивацию родителям создает уважаемое агентство HitHunter. Оно публикует зарплаты программистов. И после этого публикования в Москве вы видите тысячи платных кружков, секций и так далее, где учат детей. Там, где учат шестилетний возраст, используют пектомер. Старшие используют другие, старшие используют другие системы. Я вам сказал, что я не знаю, почему город Сургут хочет научить программированию всех своих дошкольников и младших школьников. Но они твердо этого хотят, выделяют на это деньги. Не нам, правда, а воспитателям детских садов. И они над этим работают. Что касается цифрового неравенства, то если вы внимательно почитаете мои слайды, вы увидите, что там, где я пишу про систему Кумир, я пишу автоматическая проверка заданий в оффлайн-режиме. Потому что любая школа в России в течение 24 часов может получить откуда-то материал. Но отнюдь не любая школа в России может получить материал в ту из 45 минут урока, когда этот материал нужен. Мы на это обращаем внимание. На самом деле проблема цифрового неравенства сейчас не аппаратная. Она сейчас кадровая. Понимаете? Кадровая. И она не в учительских кадрах, а в кадрах управленческих. Если в городе правильная администрация, как в городе Сургуте, они будут развивать вот эти цифровые технологии, извините за грубость, не по стандартам зарубежным, а как они это понимают применительно к собственной ситуации. Соответственно, если этого понимания нет, то и никаких денег на компьютеры не будет. Компьютеры будут покупать случайные люди и так далее. Вот, собственно говоря. Почему мы работаем с 6000 воспитателей? Потому что мы 5 лет с ними работали, и они в конечном счете купили те 3 вида компьютеров, которые мы рекомендовали. И сейчас нет никаких проблем с компьютерами. Соответственно, я не знаю, что мы работаем с компьютерным центром. Да. Еще раз, здравствуйте. Переставец компьютерного центра, Коротков Сергей. У меня несколько вопросов. Первый вопрос по... Считаете ли выше? Нет. Хватает ли детям на усвояемости вашей программы 1 час в неделю? Легкий вопрос. Да, хватает. Почему это легкий вопрос? Потому что мы работаем в детских садах. В детских садах в подготовительной группе дети бывают младшего возраста, и потом эти дети на будущий год снова приходят к нам на тот же курс. И мы видим, понятно, как они это усвоили. И видно, что они усвоили. У нас просто есть эксперимент. Да, этого хватает. Я не сказал, что в 21 веке все это алгоритмы, все это программирование невозможно без учебных пособий. Наш курс можно подвергнуть жесточайшей критике, поскольку в нем очень мало элементов стема. Мы сейчас собираемся в курс вести 5 занятий по электротехнике. Батарейка, кнопка, лампочка, мотор. Замкнули, лампочка зажглась, мотор закрутился. И на следующих ступенях это тоже должно быть. Потому что ограничиться рафинированным программированием, рафинированными формальными системами нельзя. Ну еще вопрос, спасибо за ответ. Очень интересно было у вас послушать, как вы будете создавать программу среди, как вы сказали, коррекционных детей. Да, коррекционных детей, потом как будете создавать свою программу в труднодоступных местах, в той же самой деревне, до которой труднодоедать, в которых есть школа. Ух, значит, по состоянию на 17-й год 5% российских школ не имеют устойчивого доступа в интернет. Но это школы, как правило, в которых, это вымирающие школы, в которых там менее 150 учеников. Так что это мы, удаленные места, мы особенно не беспокоимся. Что касается, что касается коррекционных классов, то наше впечатление скорее о системе, о системе, которую детей определяют в эти коррекционные классы. Она неправильная. Большинство детей, с которыми мы в коррекционных классах встречаемся, они способны к усвоению этого материала. Поведенчески из них надо было бы собирать классы по 12 человек, а не по 30. И это все. А тех, кто не способен, обучаться в классе коррекционном с 12 детьми, более или менее приближенной к обычной программе, это отдельный уже медицинский разговор. Но в большинстве случаев это разговор не медицинский. Понял. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вы где-то материалы этого курса публикуете? Учебно-методические, задачи, все-все-все. Значит, система Кумир, разработанная по заказу Российской Академии Наук, является свободно распространяемой. Методические материалы являются, разработанные частично по заказу Академии Наук, являются свободно распространяемыми. Вы можете зайти на сайт, и вот для этих самых теток, извините, которые я грубо их назвал, которые ведут занятия, у них имеется поминутная, поэпизодная методичка. Что делать на занятии 17? Надо взять такие раздаточные материалы, дети вам зададут такие-то вопросы, вы им дадите такие-то ответы и так далее. Вот эти все материалы доступны. Спасибо, понятно. Сайт какой спрашивают? Сайт? Пектомир.ру. Ну, сайт пектомир.ру или его… Только пиктограммом пишите там, в адресной саке, и все найдет. Пектомир через кей, потому что через си было занято в тот момент. Там есть эти материалы, да. Сейчас будет новая версия пектомира и новая версия методичек на 30 занятий для… Милия Вячеславовна. 30 занятий для дошкольников и 15 занятий для первоклассников. Вот, Милия Вячеславовна, можно встаньте, да. Милия Вячеславовна вот этим занимается, можно обратить к ней вопросы. Да, если у кого-то будут вопросы, можно в калуарах, но чтобы не задерживать других, я расскажу, где что взять, в каком-то, и у них будет доклад. Так, у кого я отнимаю время? После брейка? Да, вот человек, кто убежал. Ага. Так, ну у нас что, получилась внезапно еще одна минута бонуса. Давили-давили, но вроде бы все, да? Ну, по крайней мере, по-моему, это очевидный вопрос, что кто будет мотивировать их там заниматься, если у него будет работа кассиршей, пятерочки, алло. Те, кто научился программировать, уже выкидывают кассиров. Из пятерочки это отсюда. Ну, смотрите, должны быть какие-то все-таки принципы. Вот я считаю, что бессмысленно обсуждать, нужно ли в системе начального образования сложение в пределах первого десятка. Но мы там 400 лет жили, и это было полезно. Давайте это сохраним. Точно так же по поводу изучения программирования, я считаю, вот такого начального базового значения программирования, оно формирует картину мира, и оно дает какие-то навыки тем 5%, которые, быть может, которым это пригодится для какого-то развития. закручивается. Одну секундочку, в качестве заключительного момента я хочу показать. С телефона вы вряд ли что-то покажете, если вы будете показывать зал. Вот это робот. Это робот, да. Это робот. Это он нам из детей сказал, что аккумулятор у него заряжен 5 раз. Значит, мы подали команду роботу, он сказал, выполняю команду вперед и готово. Это был тон 620. Выполняю команду. Направо. Не выполнил. Почему-то не взглянулся. Ну вот так вот. Так мы работаем. Этим с руководными сигналами дети могут командовать друг другом, выступая в роли и компьютера, и робота, и так далее. Они у нас ходят по коврикам, играя роль робота, и так далее. Вот это все. Вы придумываете такую вещь и обнаруживаете, что вы сэкономили 12 минут занятия. Вот этим надо заниматься по каждой теме. Тогда вы к концу начальной школы обучите их программировать.